Проститель Иоанна Златоустова на Евангелие от Матфея, 7 глава, о доме, основанном на камне. Так как он всё уже рассказал о будущем, упоминая о царстве и незреченной награде, об утешении и всем прочим тому подобному, то после этого, желая и здесь доставить своим слушателям плоды, показывает, как сильна добродетель в настоящей жизни. В чём-то состоит эта сила добродетеля, а в том, что с нею живут безопасно, не колеблются ни от каких несчастья, стоят выше всех гонители. Что может сравниться с этим? Он один со многим избытком стяжал такую безопасность, в пуче ненастоящей жизни наслаждаясь великой тишиной. И подлинно удивительное дело, что он в приятную погоду, не в приятную погоду, но во время высокой бури, при великом смятении и при постоянных искушениях, немало не может колебаться. Пошёл дождь, и раздлились о реке, говорит Спаситель, и подулали ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. Матфея 7, 25. Здесь дождём, реками, ветрами он иносказательно называет человеческие несчастья и злоключения. Как кто? Клевету, наветы, скорби, смерть, погибель ближних, оскорбления от других и всякое другое зло, какое только бывает в настоящей жизни. Но душа праведника, говорит он, ничем не побеждается. Причина этого в том, что она основана на камне. Камнем здесь Христос называет твёрдость своего учения. Кто, говорит, хочет следовать за мною, что первое? Отвергнись себя, возьми крест твой и следуй за мною. Нельзя сразу на третью ступень переступить, чтобы две пропустить, а сразу я пойду следовать. А себя не отвергнуться, ничего не будет. Кто-то сказал что-то слово, «Ох, да ты меня оскорбил, да как это так, да я там вот...» И прочее, что-то там вы где-то даже не сказали. То есть, своё я, когда нет неотвергности, а то нигде следовать за Христом. Она постоянно будет спотыкаться где-то. Камнем здесь Христос называет твёрдость своего учения. И поистине заповеди его гораздо твёрже камни. С помощью их праведник становится выше всех волн человеческих. Так как, кто тщательно соблюдает эти заповеди, тот побеждает и не только к гонению людей, но и к козни дьявольские. А что сказано, не одни высокопарные слова. Свидетель тому Иов, который при всех козни дьявольских остался непоколебимым, в том же могут удостоверить и апостолы, которые при устремлении на них всех волн вселенной и народов, и тиранов, и своих соплеменников, и чужих, демонов и дьявола, и при всех ухищрениях стояли твёрдые камни, и всё это разрушили. Аминь. Кто готовился к Исповеди, оставайтесь.